От чего упал сатана? Престол вознесу высший небес. Висали. Вы на Краснодарское любимое место было. Как высоко ты возьмешься, Дениса, Сын Зарис. Угодить никому невозможно. А если бы мы людям угождали, то не были бы арабами крестовыми. Людям не надо отдать, конечно. Ну вот, слава Богу, только Новый Завет, если всем раздавать, надо, чтобы училище по православному, чтобы училище. Если вам нужны, вот у нас сейчас с тобой материал такой, Евангелие Айянна и послание к кремлинам. Толкование? Нет, чистое, без толкования. А, чтобы давать? Давать людям. Вот мы до этого, в прошлом году, мы проехали 240 городов и сел. Начиная от Москвы до Владивостока. Может, там они нужнее. Мы пораздавали. Но вы имеете в виду, что мы в данный момент имеем это дать. Хотя, может, люди в жизни не видят. У нас тут просто раздавали, мы даже раздавали, Новый Завет. Такие красные нам доставались. Какой-то благодетель, знаете, на всю церковь. Красный Новый Завет и толстый, мягкий перекрыт. Помнишь, всем раздавали бесплатно. Потом батюшки стали их продавать. Хотя он говорил, жертвовал епархиям, на всей епархии жертвовал, чтобы раздавали, не продавали. Батюшки начали продавать. Раздавали баптисты. Раза четыре по всему городу. Пятидесятники. Исход раздавал. Иван Гретана исход тоже в прошлом году пораздал. То есть весь город насыщен. У каждого хоть где-то в углу пыльный лежит Новый Завет. Вот проповедников нет. Нужен метод проповеди. А вот вы, наверное, куда едете? Потому что я иногда общаюсь с харизматами. А вы сейчас с ребятами вашим приходил там, Николаевич? А кто приходил? Да здесь знакомые, друзья. Не православные, да? Они православные, но такие. Маловерно. Тепло-хладные. В общем, что что, Господи помилуй. С харизматов, слово жизни, как это, светское, Ульфетман. Они были в севере где-то. Мы там были, спросили. Ну у вас есть там батюшки? Есть? Нет. Ну, баптисты, пятидесятнические, нету. Ну какие-нибудь сектанты, какая-нибудь вера. Ничего. Библия? Ничего нету. То есть лучше вам вести тем, у кого это даже ничего нету. У нас город насыщают, вбрасывают регулярно какие-то. А сейчас некоторые, вот один обратился, бывший пастор пятидесятнический, его община как бы не выдержал, он грубо с ними поступал. Он один остался, стал к нам в храм ходить. Ну, Олег Стеняев с ним побеседовал, когда у нас тут был один раз. И сказал, не надо им чина присоединения, не надо. Не знаю почему. Может, кто-то вот так под это, что вот они сидят в мессии. Отец Олег, вот Христофорович говорит, что он православный, истинно, ему все, чин присоединения не надо. И Олег Стеняев, батюшка, сказал, да, не надо им чина присоединения. А все-таки, может, надо, да? Ну, тут я конкретно слушать, подробности не знаю, но отец Олег Стеняев беседует лучше всех. Он приводит точные места писания. Я говорю, потому что я 50 лет миссионер, и поэтому у меня стаж такой громадный просто. И когда его, у меня многие выступления вот здесь, у него лучше, чем, говорю, Осиков, даже сравнивать не приходится, лучше Кураева, у него точнее все это идет. Ну, вот как беседала беседа по храму, прогулка по храму Данила Сысоя, тут я не согласен. Почему? Потому что не это главное. Я вот сидя в священнике, я их спрашиваю, скажите, батюшка, вы сами себя думаете, вы православный? А какой же я? Крест вот на мне. Ну, тогда скажи, что самое ценное православие? Чего нет у других? Истинное познание Бога. Анастасия Синаид, преподобная. Я говорю, ну, скажите, сидят в священнике, бывает, и пейс, по-кому-то, приходится беседовать. Они мне не могут сказать. Я говорю, вы не можете своим людям сказать, за что главное нам уцепиться, держаться, и на чем всех сектантов можем побороть. Ну, у меня приходят, я знаю, когда беседуете, в какой момент, в какое местописание, на место закрытили. На ней-то на национал есть было, а на меня раз выступал я, в общем, на 450 вописцев. Все встали и сказали, мы готовы сегодня прийти в православие. Это Бог делает, человеку это невозможно. Я говорю, самое ценное, что у нас есть, чего ни одного сектанта нет, это рукоположенное пастырство, священство. Как вот, даже не берешь себя. Вот, самое главное. И второе, то, что у нас есть вселенские соборы, толкование святых отцов. Все, все остальное сектанты нас превышает, у них лучше. Никакие иконы не навязывайте, забудьте о мощах. Вы дайте им понятие о церкви, у них никакого понятия нет о церкви. И когда это им даешь, они сразу останавливаются здесь. Иммунду. Это надо, согласно Слову Божию, доказать. Вот это тысячелетнее царство, хелязм, говорите. Мы как-то в Новосибирске беседовали, вот там баптисты зарегистрированные были. Ну, они любят, чтобы никаких бумажек не было, никаких там святых отцов, только по Библии. Мы соглашаемся. И вот они по Библии начинают, оно приводит 8 мест Писания. Я как сейчас помню, я привел им 72 места, цитирую на память. Я просто знаю Библию на разных языках, и для них это было, конечно, откровением. И которые приняли, бывает так, прям тут же сразу, а от них отходят. Старший письмитель один пришел. Это у них роль епископа был. Священник. Все стали православными священниками. Тысячелетное царство идет или нет? Оно не будет, оно идет. Оно началось на Голгофе. Оно на Голгофе началось. Тысячелет, полнота времен. Да. Это время евангельской проповеди. Вот Христос на кресте умирает. Там коронный стих, это евреям 2.14. Как дети причастны плоти и крови, ты он воспринял оное, дабы смерти своей лишить силы. Имеющий держал смерти, то и сделал. И он решил на кресте. Я вас прошу, скажите, Христос настоящий был? Ну да. А миссия его была выполнена, да. Евангелие, я скажу, первое послание Иоанна 3.8. Говорит, для того таился Сын Божий, чтобы разрушить дьявола. Разрушил или нет? А где? Когда был связан? А когда был связан? Лишить силы, имеющие державу смерти. Мы дальше его вводим. Матфея 19 главу. Так, для того, что нельзя рассветить, пока прежде сильно не свяжут его. Так связан или нет? Был при исподних местах? Связан. А как же нас учат? Никакого тысячелетия. За три с половиной года кончается время Ивангельской проповеди и всеобщее воскресенье. А не так, что за тысячи лет праздники воскреснут. Они счастливые лежат. А Господь говорит, наоборот, свяжите. И говорит, сначала плевелы, а потом пшеницу старцы. То есть, кверх ногами. И для них это... Ну, они любят Слово Божие. И когда заканчивается, иной раз бывает до утра, как отец Геннадий этот паст. Так что же, получается, за три с половиной года до окончания проповеди и Евангелия или после окончания проповеди и Евангелия? Нет. Вот Христос... Ну, я показываю, это прямая черта. Вот это вот Голгофа. Христос здесь воскрес. Ну, это одновременно событие вознесся. Вот здесь склон сатана. Да. И вот это вот вознесение церкви. Здесь воскресенье мертвых. Здесь страшный суд. Здесь кончинное время. Часы остановились. Но за три с половиной года время Антихриста. Это конец Евангельской проповеди. Тысячелетнее царство. Оно закончится за три с половиной года. Вот и все. Больше ничего нет. Прямая линия. Никаких десять воскресеньев. Вот оно где. А потом, после трех с половиной лет, всеобщее воскресенье. Всеобщее воскресенье. А одновременно. А почему? Очень просто. Говорит, привел и пшеница оставьте. Расъеду, жатую. Жатую. Кольщина века. Знаете, вот эта вот неискренность. Вот я, допустим, встречаю где-то. Ну, Благовещенск. Батюшка. Говорит, батюшка, вот мы только приехали. Состояние церкви ужасное. Просто ужасное. Духовное развалины. Да вы что, столько храмов, монастырей. Я говорю, духовное развалины. Развалины это осветцы, это Хиросима. Да не может быть. Я говорю, в церковной хронике говорит патриарх, святейший Кирилл. Кирилл, да после поездки, наверное, ну тогда, наверное, так и есть. Я ему говорю, он ноль не наня, а спорит. Но когда сказал, что вот патриарх, тогда так и есть. Это не годится. Это в Библии написано. Заговорил богатый, произнесли до облаков. Заговорил бедный, его еще открыли. Да кто такой-то? Кто такой-то? У меня нет образования. У меня никакого образования нет. У меня 50 лет я просидел за священным писанием с этими отцами. У меня вообще нет образования, я строитель. Но я 50 лет ежедневно день и ночь занимаюсь, Слава Божию. А мне в семинаре один батюшка говорил, у нас как? Ну если патриарх скажет на собрании, епископы скажут, так точно, и нам благочинным раз, и все. Меня спрашивают, а для чего они учатся в семинаре? Я знаю ответ. Для того, чтобы уметь защищать, оправдывать любое беззаконие. Больше ни для чего. Ну не сказать, я не все время учился. Любое, притом любое. И тебе безбородово оправдают. Что угодно. Что угодно притом. А твое знание должно служить только для того, чтобы люди быстрее находили Христа. Сам Христу людей водить. Вот у нас знакомый общий есть, его брат, отец Иоанн. И он с моим братом большие друзья нераздущие, 300 тысячи дружат. И вот они стоят на площади письменности, там Кирилл и Мефодий, и патриарх Алексей говорит слово. А он друг друга столкает и говорит, 20-я минута уже говорит, говорит, а слово Христос ни разу не произнес. Так не зря же Игнатий так говорит. Слова Христос нету. Ну, знаете, Севолод Щапин. И вот о нем пишут. Корреспондентка говорит, не я, корреспондентку не знаю. Она говорит, слово Бог произнес трижды, там 20 минут. Христос ни разу. Он чужд для них, они его не знают. Ты открой послание к Колоссянам. В одном предложении 8 раз слово Христос. Предложение. Ищите вору, где Христос сидит на десную Бога. Да, да. Вы воскресли со Христосом. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Аминь. В латышском языке, говорит, он на венес ауглюс. Смерть несет плоды. А не то, что все отнимает, наоборот. Нам нужно учиться правильно болеть и правильно умирать. За Господа Иисуса Христа умирать. Вот как Иосиф Васихажин говорил, умри, завтра будешь со Христом. Мы тебя отпоем. Готовься к встрече со Христом. А по теракту Кирилл говорит, я посылаю монаха, ермонаха, на север там, а на дырь куда. Он говорит, там кислорода не хватает. Он говорит, какой тебе кислород, ты монах. Понимаешь, а сектанты не так. Так вот у нас сало, роман. Католический, ксенс. Вот мы пойдем, престарелый дом где-то, он везде один. У нас священников в Барнауле, допустим, 25, он один делает больше. Ну вот пришло указание, его отправляют в Канаду. И он уже знает язык, учат дальше, его направляют. У него образование, вам никогда не достичь это. Какое высокое образование. Я с ним познакомился, когда ближе дух. Да вот они католики не такие, ты доброе возьми везде. Ты вот посмотри, сколько доброго у баптистов. Нам хвалисты-то нечем, но у них нет самого главного, они не церковь. Церковь нет. Они мне просить имя, они не будут. Они не понимают, церковь два-три человека. А может церковь епископами, диаконами, учителями. Где двое или трое собрались, там Христос, я говорю, так не написано. А как не написано? Я говорю, собраны. А собрались, а ты собрались и на троих соображают на вокзале. Собраны, то есть Духом Святым. Мы как, во имя Иисуса Христа. Вот два условия описали. Пишут, кроме Иисуса Христа, защищает нас от всякого греха. Когда мы общаемся. Да, а впереди два условия, чтобы это было. Первое, если ходим во свете, как он во свете. Второе, имеем общение друг с другом. Тогда кровь Иисуса Христа защищает. А вы не имеете общения ни со Златоустом, ни с церковью. Мы им говорим, где? Ну, одних поставил по простым пророкам, в третьих учителях. Они называют апостолов, правильно, пророков опять апостолов. Учителя опять апостолов. Я говорю, а где же учителя? Или своих, вы нехина называют. Да. Мы должны увидеть хорошее и им показать. И показать, что это хорошее тебя привело ко Христу, но в церковь не приводит. Вот это сложно с ними. Они же говорят, ну мы-то как Христу, мы же Иисуса Христа. Они только не крестят. Одна степень должна быть. Они хотят увидеть, чем мы дышим. А то Алекс Синяев как курочка у кого сел, одного там сектанта. Тот опоздал маленько, попозже-то. Ну и на втором этаже лег. А я, говорит, думаю, я и так такой, вот видишь какой, необъемный ты, говорится. А я ему говорю, у меня там курочка эта, зажаренная, ты иди поешь, сектанту-то. И он спустился, поел. А в утро стал православным. И говорит, меня обратили не твои слова, а то, что курочку ты мне отдал. И вот так это тронуло, и он пресс-фитер маптистский какой-то. Дело не в курочке, дело в самом отношении. Если бы толкование вот такое, найти как-то вот... Еще, батюшка, если я вам подарю трехтомник, примешь? Приму. Так, ребята, зайдите там, которые распечатаны или маленькие. Трехтомник найдите. Это распечатаны любой, первый, второй, третий том. Подарил я-то патриарху Кириллу, трехтомник. Путину, Медведеву и 125 священников. Общались с подобным условиям. Мы в прошлом году проехали, подарили только моей книге на 3 миллиона 150 тысяч. Я же сам набор делал, сам версткой занимался. За 9 лет больше 30 тысяч часов провел закоплитель. Это все позади. Вот у нас сейчас замысел такой. Если благословить... Да, устремляюсь в преднее, заднее забываю. Мы думаем, если ваше сердце расположено, то 10 числа мы должны пересечь границу в Румынии. Пройти Шенгенскую зону всю. Все государства, да, Португалию. Пройти, если Господь позволит, в Англии. Пройти Скандинавию, переплыть Прибалтику. Опуститься сюда, в шахту. Завтра у нас молебен Владимирской кони. Аграрный район. Люди не хотят литургии. Певчие говорят, нам сил нет петь. В четверг молебен помолимся. Господи, помоги знать и брать его. Потом, мы думаем, пройти Южную Республику, Азербайджану, Армению, Грузию. Пройти через Абхазию, Чечню. Это все в наши планы входит. И примерно 110 городов и сел. Вот это, вот их область. Это мы дарим и библиотеки, и здесь, как новые люди приходят в интернете. Все сектанты. Там один дьякон был, православный. Я, говорит, уже ушел. Но попал в Аштуке, он мгновенно вернулся, и говорит, что со мной сделалось. Игнат Тихонович, вопрос задает, откуда у нас книги? Откуда у нас книги? У вас же мало людей. Да, батюшка задает вопрос. Расскажите, как Господь чудо делает. Мы едем. У нас машина. Специально приобретенная машина. Ага, вот, слава Богу. Вот эта машина, мы на ней едем. Это освящение. Это освящение. У нас нынче был этот, который сейчас, епископа Максима, в другое место. И он выезжал, и за неделю он у нас был. Мы деревню православную строим. Я начальник детского лагеря, 40 лет, образователь. И с детьми, вот вы говорите. Ну, я сейчас смотрел, как ребенок своровал, допустим, салудойного коня. И серединочь я его разбудил. Теперь коням унесли в сарай. А утром мы купили новую, и отправили, где своровал. И вырос настоящий человек. Я с каждым должен работать с ребенком. 40 лет, и никто из нас ни рублян в государстве не получил. Тысячи детей подняты. Я 17 лет только, ну, я знаю, заключенных, сотрудничали с тюрьмой. Только в одном университете 17 лет преподают. Это все бесплатно. Все. Новые люди, студенты, кто приходит там, сотрудники КГБ. Мы должны отдать все. И увидим тогда, когда люди соприкоснутся с настоящим православием. Это широта, это целоводие. А не так, чтобы подловить, нажать, как серьезно, пойти на жалость. Вот мы приезжаем, где проповедуем, мы идем из дома в дом, даем Евангелие. Везде у нас хорошо, там, где нет черты. Если есть попом, наверное, объявляют войну. Вызывают в милицию. Милицию. У нас все это заснято. И мы это дали епископу, патриарху. И что он делает? А это свидетели Иеговы. А знаете, как к ним плохо в вас относятся. А тут корреспонденты, они сразу в краевой отдел иститут. Говорят, нет, это православная община, крестовозвиженская. И поп сел. Выходит газета и пишет. Кто же ставил священников секретарями по идеологии КПСС? Кого пускать? Мы договорились с клубом, там собираем людей. А он не пускает, а почему? Он прихожанин. Но он теперь это пропал и лжет. В одном месте священник поднялся. Мы говорим, кто он такой? Да он запрещенный за это дело. Но тут он ожил. И все вызывают милицию. Вот мы проходим. Карабейников, вы слышали? Карабейниковская икона. Это крестный ход на Алтае всегда к ней и идут. Карабейниковская. На тысячу человек шесть человек уйдет. Мы библию не мобиливаем. А мы обошли все село. И 450 новых за это только раздали. Священников пришли. Батюшка, он себе, который люди, там собрались с ними заниматься. Уходите отсюда, вы подписаны. И все мы это засняли. А перед этим только отец таким-то был. Вместе молились. Они греха не боятся совершенно. И вот приходит к нам священник. Он сидит. Сидит за апрельное дело. Там своровал. У патриархии это его посадили. А я теперь работаю с заключенными. Я ему несу туда. Даю. Он освободился. Теперь отец Владимир. Вы говорили, мы не признаем Божью Матерь. Говорили? Да, говорил. Ну а теперь вы видите. Ясно дело. Вы говорите, у нас икон не было. А вы знали, что икон у нас есть? Конечно. А зачем говорил? Чтоб вам не ходили. То есть они бессоместные совершенно попы. Абсолютные, понимаешь? Он знает, что у нас иконы, Божья Матерь. Да другие, которые пришли. Да как-то они ради вас повесили иконы. То есть вообще. Спасибо вас, Господи. Вот чем бы нам одариться. Я с Алексеем туда подарок оба передам. Это вот полный, вномолитый на вам память. То, что Патриарх послал. Это с откровением. Полное толкование по святым отцам. С откровением. Это впервые за 2000 лет вышло это. Слава Богу. Полность Блаженов Эпилакта и 297 моих комментариев. Вот с комментариями. Они другим шлифт. Из других святых отцов. Где он говорит о необходимости любить Библию и проповеди. Именно эти места я расширяюсь за счет других святых отцов. Там что Ян Кронштадтский сказал, что Серафим Старовский, Говоров, этот Феофан Затворник. Ну и сегодняшнее положение. Мне был, Господь давал опыт ездить по общинам, репцентрам, которые без своего священства, ну в кавычках, священства харизматического. Знаете, что сейчас в центре. А есть преображение. Потом преображение России. Сейчас их фессоры накрыли. Они там кто берет надежды, кто как. А я к ним ездил и по Библии как мог. И некоторые начинали ходить в сабор к нам, присоединялись, причащались. Некоторые натянута. И вот помню, что толкование, конечно, тяжело мы с ними читали. Единственное, помню, что когда начинали мы с ними сильно, Слава Божьей, меня прямо оно радовало. Ну да мой предуматыш, ты, короче, как сектант эту Библию день и ночь читаешь уже. Посмотри, батюшка, что здесь? Я в этих местах, которые, кверхлелактовые слова, которые говорят о пропаде. Я их увеличиваю, я сам верстаю, делаю жирным. А вот, допустим, видите, Эл, это вот от двумя чертышками. Вернаде лапки. Да, подчеркнуто, и все. Вот это вот, это комментарий. То есть на сегодняшний день я усилию. Ну, Феофлелак говорит, надо проповедовать, надо идти, надо нести. И все эти места я выделил во всем толковании. Не добавляя ни одного слова. И когда батюшкам показываешь, да у него этого нет, открывай, правда, из патриархии недавно выпустила. Да как мы этого не любили. Ну, читайте же, какие места выделены. Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено учительство, должен и проповедовать. Все? Батюшка, обязан проповедовать. Теперь что дальше? Евангелие проповедовать. Тот, кому вручено, должен проповедовать. Совершать чудеса. В таком случае проповедь подружает чудесами чудеса проповеда. Я просто увеличил эти слова, сделал жирным, чтобы... Ну, обрати внимание, Бог послалил. А теперь я делаю маленький комментарий. Есть, наверное. Удобно? Да, да, да. Сразу заговорила, чтобы мы не пробыли. 19 правило 6 Вселенского Собора. Мы иногда вешали это в алтаре. У нас батюшки возмущались в соборе. Уберите 19 правило, что нужно править. Уберите, уберите. Как? Что это брать? Просвитеры, представители церкви должны по вся дни, наипачи же, во дни воскресные, получать весь клира народ, словесам благочестия, избирая из Божественного Писания разумение и рассуждение истины. Но это собор. Вселенский собор я привожу. Какая моя вина-то? Правила церкви есть, епископское правило, и 6 Вселенского Собора. Что надо проповедовать. Нам на гамилетике учили. Молодец, батюшка. Вот это он нас выучил. Может, у него там свои учеты он оправдывает беззаконие, но вот это он нас выучил. Я вам небольшую статистику скажу. Спасибо, Господи. Послушайте. 7 Вселенских, 9 поместных соборов, действующее правило 719. Из них 413 ежедневно нарушаются. Из бородой, да? 57 процентов. Умышленно, целенаправленно. Из бородой тоже правило? А? Чтобы не постригать бороду. Тоже все правила. Я все до одного. Все соборы. Я 3 года над ними работал, над соборами. И теперь, когда я это выставил, они так ахнули. Они даже сказать, они безбожники или неправославные. Как православные, когда в святую соборную церковь ты не веришь. Да это когда-то соборы были. Написано трубы Духа Святого. 6 Вселенских соборов, второе правило. Да как же тебя учили, что ты не веришь в соборы православные? А на чем тогда снова? 6 Вселенский собор, 630 епископов, кто ты такой? Аминь. 630 епископов единодушно говорили, что необходимо проповедовать. Ну, и кто из нас тогда прав будет? Я не ищу свои правоты. Я просто цитирую каноны, жития святых. Допустим, я студентам отвечаю. В течение месяца я буду отвечать на вопросы о житии святых. И на каждый вопрос я делаю выдержки о житии святых. Я симфонию составил. Змитрия Ростовского, жития вообще святых. Да, Дмитрия Ростовского. Я их насчитал, они насчитаны. И составил на них симфонию. Вы не видели такую симфонию? Не могу точно сказать. Я сейчас вам принесу, подождите. Витя, это сходи. А у нас были являли вас. Я не найду. Да нет, я сейчас... Нет, ну тут есть на сайте у вас. Нет, у нас на сайте есть, я книгу вам дам. Просто вот... Тишинский, Сибирский, Левтихий. И Максим Барнаущий Антонович. Вот, три дня назад его... То есть, зарубежный епископ, он тоже там, да? Это был он Домодетовский у патриархи Кирилла. Последнее время, пять лет. Векарный. Хотя зарубежный, да? Да. Ну, когда-то, как-то так, в каноническом признании был. А, да. Он признал, и все приходы эти окормлял. То есть, после соединения церкви все... Вот, пожалуйста. Здесь вы по одному слову только вспомните, и любое житие, какого числа, вы сразу найдете. Сумочку какую-нибудь принесет, может быть, кишечка. Да мы уж в руках понесем. Да спасибо, Господи. Для проповедника это вещь незаменимая. По одному слову только ты можешь определить, какой святой, в какое время открытие уже тебя. Ну, вот, как же быть? Вот хочется, христианину грех быть неблагодарным. Как-то вот на бензин вам хоть можно помочь? Можем. Слава Богу. Вот только на бензин. У нас это все идет так. То, что вы проповедите, надо помогать. Это говорят, надо быть ловцом. Ловцом для ловцов-человеков. Вот, говорят. Не можешь сам быть ловцом-человеков. Мы зато рано утром уже уезжаем. Ловцом для ловцов-человеков. Вот, кому на бензин помочь? Кто вас водит машину? Спаси Христос, Батюшка. Еще напоминаем, 10 июня, вот, понедельник, у меня день ангела и рождение. Рождение, день ангела. И в этот день мы самый сложный момент пересечения границы. Потому что мы едем с книгой, во все государства Шенгенской зоны везем до Папы Римского. С нашими книгами. Если Господь откроет двери, у нас шатка, все получено, паспорта, виза, приглашение, но мы не знаем. Грузия там, тоже там собирает священников, монахов, уже приготовились. Греция нас ждут там. Но нам нужно пересечь границу. А то, что мы везем, это никто нигде нет, никто не знает. Да министр не знает. Так, мы дарим. И нас нельзя финансово никаким прилепить. Чтоб не положить притыкание. 90% примерно книг я даю даром. Господи, помоги проповеди. Так что вы были, батюшка, здесь нельзя. Слава Богу, велика Бога. Божий промысел, батюшка, что вы здесь были. Да, здесь был священник Антрофимов, настоятель Никольского храма поселка Ютинский. Действующий клирик Шахтинской парки. Вот еще на бензин возьмите, пожалуйста. И вот, вот все. Достоверение, МП. Единственное, конечно, мой грех, что я был в гостях у прихожан, может, чуть-чуть более откровенный был, чем обычно. Но, в принципе, мы, конечно, общались. Заходите на наш сайт. Да, и будем читать сайт. Вы даст священников, знаете, в чем? Что они не слышат голоса пророчества. Вот наш сайт. По слову Бога, не слышат. Когда, кстати, на сайт, наверху написано, форум, узнаете, ладно, тут это кнулики сразу. Что-то вам не понравится, вы на это не смотрите. Вы только сравните, сходится ли с Библией. А он о нас отзывается недобро. Ну и что? Авторитета у меня. Атархав так говорится. У него был один пророк. Да, да, он плохо мне. Михей говорит плохо. Это мой любимый пророк. Он говорит, еще пойдешь, не знаешь. Я вам дам для ваших друзей. Спасибо, Господи. Раз другу. Спасибо, Господи. Да, да, еще появится. Пусть заходит. Это огромный сайт. Скачивай, дорогой едешь. Златоуство, Жития, Библия. Все, будешь слушать. Слава Божьим, надо проповедовать. Господи, помоги. Что вот эти слова жизни, они там ездят во Вьетнам, еще и за это деньги берут. 40 тысяч платишь, и тебе разрешают поехать во Вьетнам попроповедить неделю. У нас есть периал слова жизни. И вот всякие такие, да. Еще деньги берут с тебя. Так, если в mail.ru зайдете, тоже Игнатий Латкин. Ну, не встречай, я не заходил. Иногда форумы начал читать, обсуждение. Но вот это вот изображение попадалось. А еще бывает на книжках о крещении такое. Это Игнатий Душаин, это Югубин, выпустил крещение. Так мало? По вашим. Да, патриархиме. Облагоцене патриарха Алексея Второго. И вот эти, а картинка-то наша, ее в церкви, когда узнали, что-то от нас, и сказали, ликвидируйте все, и сняли с приватки. Не, у нас в соборе продается благочение. В благочине в соборе продают. Это в столице поснимали. Понятно. И заодно из нашей картинки сняли то, что благоценил патриарху. В общем, у нас это. На конец интерната ничего лучше не нашли, как батюшка сходит в воду по всем правилам. А они-то этого не делают, и они начинают летать. Вот это грех не можем купить, построить малодушный. А у нас всегда возле крестят батюшка. Всегда. Нам приезжают и ромонахи, и игумены, крестятся полное погружение, едут опять служить. Мы должны вернуться к истокам. Вплоть до патриарха. Ну, на Афоне говорят, что на старом Афоне крестят. Те, кто в обливании присутствуют, докрещивают. Ну, хорошо. Вам вместо вина дали квас. В ритургии совершают. Вы не заметили. Вы заново начнете делать. Вы понимаете, что вас обманули. Свет погасили. Вы деньги получаете в окошко. А вам фантики дали какие-то. Так это второй раз. Да не второй раз меня обманули. Так и с крещением. Господи, помилуй. Дай Бог вам проповедовать. Тогда я вам еще и буду дам сейчас. Васька, побудьте еще. И еще сейчас дадут. Мне хватит толкований. Слава Богу. И вот симфония очень благостная. Слава тебе, Господи. Правда, открываешь. И самое, что было. Михаил Тверской переписывал книги. Будучи в колоде, в плену, мальчик же переворачивал страницы. Да, Слово Божие. Книга называется «Кристиноправославие». Некоторые епископы, которые читали, говорят, это настольная книга. Я 40 лет собирал материал. Здесь о чем говорится по порядку. Что такое Слово Божие? По канонам, по церкви. О молитве, о покаянии, о церковной дисциплине, к истинному крещению. Все данные свидетельства. И жития, и святых, и абсолютно все. Это 300 тому полян там перемолотили. И дальше, о священстве, о церкви. Но вы найдете то, что может, говорится, голову вам поднять и взглянуть только на небо. Дай Бог, да. Только бы царствовал, сказать и правду его. Алексей, товарищ Господин Богом. Спасибо, Господи. Это все каноны приведенные до единого. Вот это православие. Мы попробуем сейчас вывезти из церкви тех, кто отлучен от церкви за грех. Не, ну у нас на вете можно вывезти. А вот в соборе будет. Там, где хоть какая-то община, хоть зачатки, там можно выводить. Общины церковных. Действительно, духовная хиросима. Общин церковных нет. Господи. Патриарх Кирилл говорит. Духовная развалена. А батюшка говорит, не, не, все нормально храмы. У нас этот батюшка один строит храм, взял кредит 5 миллионов на себя. И 200 тысяч, чтобы построить храм, платит кредит. Скорбят батюшки. Мы его воодушевили. Батюшка, все это получится, молодец. Ничего этого не надо. Надо идти к людям. Храм Божий выиграет. На голом месте надо молиться, людей собирать. На голом месте. Вот меня спрашивают, что нужно было делать? Прямо спрашивают по интернету, когда эти присунья в храме Христа Спасителя. Мы ходили туда, вокруг храма, поднимали руки, склонялись, молились, все засняли в интернет. Их нельзя было пальцем трогать поганцев. А что делать? Ничего, согласно Слову Божию, храм воскверненный, большой амбарный замок, его запереть. На три месяца. И три месяца, день и ночь, молиться возле храма вместе с патриархом. Снег, дождь, а то летом было. И весь народ обратился к их страдающим. Они их тронули, а за них буквально все там и невзоро, ничего только не делают. Их нельзя было трогать. Они не понимают, что делают. Этого нельзя делать. Только молиться. Они несчастные люди, отверженные. Живут в заблуждении. Вам понятно, что я говорю? Понятно. Никакого. А там еще 10 храмов открыли. Все закрыть. И три месяца молиться возле храма. Это по нашим грехам Бог допустил. Через это мы себя должны увидеть. Мы не молимся, значит они будут прислать ноги за дырак. В книге Макавейска написано, когда зашел в сокровищницу, они все стали молиться, и Господь сам все украл. Вот что нужно было сделать. А у нас и были, надо их ногой, как бы, сразу перетянуть. Ну, казаки пришли, это самое последнее. А на их, ты посмотри, какие там митинги, там что, когда суд шел, там что делалось это. А этого бы ничего не было. Никого не трогает, мы молимся. Народ обратил бы сердце свое к страдающим. И стали бы молиться. А теперь что? Руби кресты, пили кресты, спасай Россию. Они в кресты сейчас валят, эти блудницы. Их фотографируют и показывают, какие они герои, какие молодцы. Их нельзя трогать было пальцем, они поганцы. Ну, видели, когда на Павла напали, видели, что Трофима ввел в храм. И сразу храм заперли. Образец показывает, что нам делать. Вы Библию читайте. Купите амбарный замок. Заприте на три месяца. И весь народ обратился бы сюда. Научитесь плакать, больше слез было, что в канале Москва. Надо начинать с себя. А не так, что они плясали. Без допущения Божьего они бы не плясали. А вот сейчас монах Афанасий стал известен. У Соловьев в Вести ФМ ввел. В Дальнего Востока пешком шел в Герусалим. Ну, только речным транспортом пользовался пешком годами. Но он, правда, грубовато пишет. Всех обличает, что они там петухи, волки и всякие. Я никого не обличаю. Я просто говорю, Писание, посмотрите на это. Вот возьмите дядя. А он говорит, надо иной раз и обличить. Уже я не знаю, как сказать, чтобы что-то сколыхнулось. Сравнись с Библией, больше никак не надо. Больше никак. Я ему открываю место Писания, как святые понимают. И дальше я молчу. Я должен только молиться и плакать. Мне не дано другого. Что я буду обличать? А как патриарх? Да никак. Я молюсь каждый день за него и все. В нашей молитве у меня молитвы Папа, Папа, Франциск, Венедикт. Да, чтобы Господь всех привел ко спасению. Бог не желает смерти грешника. За каждого правителя. Это узнает, кто у тебя городоначальник. Приноси молитву. Жизнь тихую, безнедежную. Человек, слава Богу, мы православие поддержим. Слава тебе, Господь. Батюшка, я вам один эпигр поставлю. Я служил в морфлоте. А глухонемых морфлот. М это буква М. А вот это Эф. Морфлот. Я занимался много, печатался печать, издавал книги, писал стихотворения. У меня 3467 стихотворений. Там нам музыку положено. И теперь я от всего отстал. Говорил каждую неделю четыре проповеди в храмах разных. Теперь ни одной игры. Отошел. Единственное, что оставил М.Ф. Молитва и флорум. А что такое молитва? 118-й псалом, 164-й стих. Это я вам ее оставляю. Запомните. Написано 7-кратно в день. Я прославляю тебя за суды правды твоей. Благодарю, что прислали они в храме. Ты нас поразумил. Суды правды твоей. Благодарю тебя, Господи, что вывел меня из термы. Благодарю тебя, что ты ведешь. Наполните сердце своей радостью. Вот у меня есть канон, написанный Андрея Критского. Я его возложу на три ступени. Этот канон, написанный Андрея Критского, он для глошенных. Люди молотят, его никто не думает. Тысячу двести лет, и никто не хочет понять, что этот канон, написанный аналог, помилуй меня, Боже. Почему помилуй ее, Боже? Потому что вошел к чужой жене. Почему Андрей Критский написал? Потому что он написал анафему 6-му и 17-му собору. И теперь вот этот дух покаяния его обуял со всех сторон. А нам нужно теперь этот канон возвести на три ступени. Второе – благодарение. И третье – ангельское словословие. Те же самые слова. Допустим, благодарю тебя. Первое – помилуй меня, Господи, я как неневитяне. А теперь второе – Господи, благодарю тебя, что ты неневитян помиловал. Как ты щедр милостив. Благодарю тебя, Господи. Третье – как ты велик, наш Бог Иегова, наш Бог Савалов. А имя твое святое святое, Господи, и ты неневитян помиловал. И я такой – ты долготерпеливый милостив, аллилуйя и слава. То есть третья ступень должна быть. Не оглашенный, поверенный. Молитва трехступеночная. Первое – покаяние. Второе – благодарение. Третье – словословие. Почему? В церкви Моритву Сиреев преобещает. Это слава своего Сына Святого Духа. Отец Сиреевсенев тоже говорит – Яхва, Исущий, тот, кто есть. Яхва. Тот, кто есть. Яхва. Их как-то – эшер, эхвээшер. Как же Иегова говорит? Яхва, правильно говоря. Это вошло уже. Это вошло уже, нам не изменить. Иисус, а какой Иисус? Яшва, зачем нам говорить? Я знаю, но… А как же все-таки Иисус или не Иисус? Или Иисус. 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 Уже Персия, да? У нас батюшка один, когда серия роднишка служит. А я говорю, значит, двои Персия, сегодня говорил уже, другие Персия, в равной степени имеют элемент ереси. Запомните это. И так, и так. Самое правильное – это когда молятся католики. И слева направо. Почему? Очень просто. Божество бесстрастное, говорит Златоуст. А это показывает Бога человечества. Бога человечества не страдало. Страдало только человечество на кресте. Не, ну так же, Христос на кресте был распят. Бога человечества, более точно был Христос на кресте. Я вам поясняю, как. Теперь Троица не участвовала. Пять ран, которые нанесли ему на кресте, на вещество. Это толкование Златоуста. И ты, благодаря своим страданиям, переведи меня с погибельной. Но я так не молюсь. Потому что я православный, я так научен, и так и буду. Но, и поэтому я веду себя очень осторожно. Я на Златоусте говорю, молились одним перстом. Да, Василий Великий, перстом осеняем чело. Не надо спорить. Князь Владимир молился так. Сергий Радонский так. А Сергий Радонский так. И все святые. А что вы спорите-то? Идите в мир, проповедуйте Евангелие. Надо иметь дух мирен. Радость. Не искать противоречия. А найдя противоречия, выявить его в свете Евангелие и отбросить. А только давайте говорить о том, что нас объединяет. Надо говорить о том, что разъединяет. А что объединяет, тут нечего говорить. Мы только целуемся, целуемся. Господи, помилуй. С мусульманами там, да? Вообще, я с ними как Христа не признаю. Господи, помилуй. Спасибо, Господи, за доброе слово. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи. Просите, Господи. Бог, просите меня, просите. Так, просим молитву. Особенно 10 числа, 00 на понедельник, мы будем на границе стоять. Чтобы нас пропустили, а дальше все проще. Под Петра и Павла. А 11 июля помазание на царство Михаила Федоровича Романова, воспоминание. Тем более 10 июня, это память Игнатия Ростовского щедотворца. Вот почему, я в честь всего, нас называли в тот день, когда родился. Это мой святой. Слава Богу, Господи. И вы это вспомните. Все святые мои. 10 июня, батюшка, пересекаем. Июня. Июня? Да, да, да. Вот уже скоро. Вот у нас, он в армии служил с такой бородой. Вы насчет бороды людям подскажите, чтобы никогда не брили, не трогали. Нельзя образ... Брижида не коснется края бороды твоей. А вот пострижение. Никак. Не портите края бороды твоей. Давыд даже в земную Иерусалю не пустил. Но когда дочь Якова была изнасилована, она была обесчищена. А когда полбороды, написано очень обесчищается, а хуже изнасилована. Конечно, в земную Иерусалю не пустил, а мы, горы небесные. Не в вороне спасение, а в покушание. Не, не отыскай духа, а от воды и духа. Ну что, все. Не играйте вещи, надо, чтобы утром нам что-то взять, и еще у меня было задерживаться. Пошли.